Не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых в той же Крым, на производство судьбы бросают их, за своих людей не считают. Более пяти тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт. А свыше трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. Чтобы победить противника, необходимо разобраться в том, как мыслит и чем дышит его верхушка. Когда речь идет о театре боевых действий, прежде всего нужно понять, что движет генералами, которые непосредственно принимают решения на поле боя. Недавно российские пропагандисты опубликовали рейтинг лучших генералов СВО. Первую строчку в нем занял командующий ВДВ и группировкой войск Днепр генерал-полковник Михаил Теплинский. Издание Цензорнет вместе с профильными экспертами попробовало разобраться, что же он из себя представляет. И пришли к неожиданным выводам. Психологические особенности российского генерала, среди которых, в частности, склонность к принятию импульсивных решений, могут сыграть нам на руку на двух ключевых участках фронта. Генерал Теплинский, пожалуй, один из самых известных российских военачальников. Его жизненный и карьерный путь – яркий пример того, как империя взращивает лояльных псов режима. Когда фронт в 30 километрах от моего отчего дома, где похоронен отец и где живет моя мама. Вырос он на украинском Донбассе, в городке Моспино, возле Донецка. Перед развалом СССР окончил Рязанское высшее воздушно-десантно-командное училище. Боевое крещение получил во время Приднестровского конфликта. В дальнейшем участвовал в каждой экспансии РФ. За подвиги в ходе первой чеченской кампании был награжден званием Героя России. Теплинский всю жизнь работал над имиджем отца-солдатом и завоевал большую популярность в войсках, получив прозвище «Батя». Однако, чем выше он карабкался по карьерной лестнице, тем меньше его заботила судьба рядовых солдат, что впоследствии неминуемо сказалось на решениях, которые он принимал и принимает на поле боя. Пацанов на убой бросает. Главное, задачу выполнить. В войне против Украины Теплинский участвует фактически с самого ее начала. На тот момент он командовал 36-й общевойсковой армией. Уже тогда у него наметились серьезные разногласия с генеральным штабом. К примеру, он выступал резко против сдачи Мариуполя летом 2014 года. Что интересно, свое участие в войне на Донбассе Теплинский всегда позиционировал как освобождение родной земли. При этом он всю жизнь старался вырваться с ненавистного ему Донбасса и избавиться от ярлыка «хохол», которым его наградили товарищи еще со времен учебы в военном училище. Вероятно, этим и объясняется крайняя жестокость, с которой Теплинский на протяжении всех этих лет, а особенно после начала полномасштабки, отдает приказы на уничтожение украинских городов и сел. Даже тогда, когда в этом нет ни военной, ни политической логики, генерал оставляет после себя выжженную землю. Восстановить историческую справедливость и защитить от геноцида настрадавшееся русскоязычное население Украины. К слову, этот дуализм Теплинского, а точнее расхождение его реальных и декларируемых действий, прослеживается во многих поступках генерала. Чего только стоит история о том, как Миша Теплинский в 2014 году поехал со взводом автоматчиков спасать мать из охваченного огнем Моспина. Заметка с воспоминаниями якобы подруги ее детства появилась аккурат после того, как генерала назначили командующим ВДВ, и группа пиарщиков начала плотно работать над его имиджем. История заканчивается тем, что мать Теплинского тогда отказалась уезжать, а уговорить ее удалось аж в 2019 году. Красивая история, только как оказалось, это абсолютная ложь, придуманная самим генералом. Его мать до сих пор живет возле линии фронта в Донецкой области, а на похороны отца в конце 2021 года Теплинский даже не приехал. Это может свидетельствовать об определенных сдвигах в его психике, заложенных еще с детства. Об этом более детально поговорим дальше. Михаил Теплинский редко появляется на публике. О нем и его поступках обычно рассказывает пул лояльных военкоров. Единственный источник, благодаря которому можно проанализировать изменения в его личности и настроениях, это редкие видеообращения генерала. Обычно они приурочены к праздникам. Так, из его поздравления ко Дню Защитника Отечества, широкая публика узнала, что он отстранен от управления оккупационными войсками. Ведь именно Теплинский вместе с генералом Сергеем Суровикиным командовал выводом рашистов с Правобережья и Херсона. Но мужество десантников, обороняющих со мной летом и осенью минувшего года Николаево-Криворожский плацдарм, было поистине запредельным. Отражая натиск превосходящего противника, воздушно-десантные войска сделали тогда невозможное. То, что российская пропаганда называла вынужденным, но грамотным отходом с целью сохранить личный состав, на деле было бегством. Частично организованным, но бегством. Это прекрасно понимали в Кремле, несмотря на доклады генералов. И, конечно, за этим провалом последовали кадровые решения. Так сложилось, что после почти года боёв я больше месяца вне войны не опишу, как даётся мне каждый день в тылу, когда на фронте воюют и гибнут боевые товарищи. Теплинский, видимо, выучил свой урок и после этого перестал считаться с жизнями подчинённого личного состава, поставив карьеру на первое место. Берегите солдат. В то же время, вероятно, генерал затаил глубокую обиду на политическое руководство и снова-таки генштаб, который его не отстоял. Так что, когда Теплинского снова вернули к управлению войсками в начале апреля 2023 года, он стал отвечать за боевые действия на юге Украины. Генерал стал использовать тактику мясных штурмов, а недовольство бойцов он благодаря тем же грамотным пиарщикам через лояльные медиа и телеграм-каналы переводил на начальника генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Ничего не напоминает? Да, именно такую тактику использовал и лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На этой волне они и сблизились. Источники Цензорнет в разведке подтверждают, что Теплинский обещал Пригожину поддержать его мятеж, но в последний момент передумал, когда понял, что больше выгоды получит от предательства «Вагнеров». Но в Кремле и на Знаменке сидят интриганы с богатым опытом. О планах Теплинского они узнали, и летом его планировали как минимум по-тихому убрать из командования армией. Как того же Суровикина. А в идеале арестовать. Тогда на руку генералу сыграла его популярность в войсках. Резкие действия против него грозили новым мятежом. Потому ситуацию решили замять до лучших времен. С тех пор Теплинский старается лишний раз не высовываться. Начал публично хвалить начальство, как военное, так и политическое, что резко противоречит его заявлениям до этого. Но при этом мечты о должностях и наградах никуда не делись. Благодаря поддержке начальника генерального штаба генерала армии Валерия Васильевича Герасимова хотел бы сказать об огромной работе министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу. В конце сентября Теплинский таки получил новую должность. Стал командующим группировки войск Днепр. По сути, это понижение. Ведь до этого он был заместителем командующего СВО. А теперь отвечает лишь за участки фронта Херсонской области и части Запорожской. В свете украинского контрнаступления и плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра эти направления стали для рашистов самыми сложными. Для оппонентов Теплинского его назначение задумывалось как ситуация вин-вин. Если генерал справится, то это их грамотное решение. Если же нет, что уж похоже, пришла пора прощаться с легендарным полководцем. Да и широкая публика это поддержит. Ссылку на более подробный разбор портрета Теплинского мы оставляем в описании под видео. В сухом же остатке создается впечатление, что у Теплинского есть определенные трудности с тем, чтобы на данном этапе адекватно воспринимать реальность и успешно руководить войсками. Судя по тому, что факторы, которые спровоцировали такое состояние, никуда не делись, а со временем неминуемо усилятся, расстройство генерала может и дальше прогрессировать. Вероятно, что он уже больше не может и не хочет скрывать, что положение дел на вверенных ему фронтах крайне тяжелое. Но и взять на себя персональную ответственность за провалы Теплинский тоже не готов. Потому можем предположить, что вскоре мы будем наблюдать очередной виток его противостояния с российским генштабом и Кремлем. Украине и ее силам обороны выгоден любой вариант развития событий. Теплинский либо будет и дальше гнать целые дивизии на убой, что приведет к катастрофе на поле боя, либо повернет штыки на своих обидчиков Кремле на знаменке. Придет время. История спросит с каждого. Маловероятный, но тоже возможный сценарий. День добрый, братья и сестры. Нахожусь в городе Кострома. Кладбище. Могилы воинов 331 полка 98 дивизии. Много, много ребят. Прошелся. Каждому заглянул в глаза. Это те парни, которые в 22-м году брали гастомель, брали мощун. Боль. Очень большая боль. Только одного прошел, увидел своего ровесника, рядового, 68-го года рождения. Все остальные парни, молодые, офицеры, рядовые, сержанты, прапорщики. Основная масса младше 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok